Обновление автопарка. Ненецкая окружная больница и поликлиника Заполярного района получили в пользование три новых автомобиля. Техника предназначена для перевозки участковых врачей к пациентам. Передвигаться с комфортом будут и учащиеся двух окружных школ. Ключи от новых автобусов директорам учреждений вручил глава региона Юрий Бездудный. Александра Литкова расскажет подробнее. Утепленные двери и окна, а также люки для вентиляции. Новые автобусы вместимостью 29 человек выполнены в северном исполнении. Оснащены навигационным оборудованием и тахографом. Они оборудованы техникой, которая позволяет создавать внутри салона хорошие комфортные условия. Это значит, что наши дети будут добираться до школы, ездить на экскурсии в нормальных условиях. Особо актуальным приобретение транспорта стало для третьей городской школы. Гараж учреждения пустовал. Конечно, это удобно, когда у школы свой собственный автобус. В любой момент можно доставить детей на какие-либо мероприятия, которые проводятся. Перемещаться по поселку и выезжать за его пределы с комфортом смогут теперь и учащиеся искательской школы. У нас в искательской школе автобус был и есть сейчас. Ему, правда, в этом году 10 лет уже. У него 22 посадочных места. Этот чем хорош? Что мы можем целый класс посадить, отвезти на какое-то мероприятие. Все дети влезут. Очень мы довольны. Очень неожиданно для нас. Прямо сюрприз. Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения были закуплены новые автомобили УАЗ «Патриот» для нужд Ненецкой окружной больницы и поликлиники Заполярного района. Техника наша на уже определенной грани эксплуатации. Поэтому и сегодняшнее событие для нас очень важное и нужное. Потому что, конечно, передвижение врачей по поселку, своевременное оказание медицинской помощи, когда есть проходимая техника, есть возможность быстро доехать на вызов, это для нас большая помощь. То есть именно сейчас, вот с прошлого года, благодаря власти обновляется парк автомобилей. По словам депутата Государственной думы от Ненецкого округа Сергея Коткина, приобретение транспорта является хорошим началом года добра, объявленного в нашем регионе. Конечно, для больницы это здорово, поскольку наши врачи, наши медицинские работники будут быстрее приезжать к нашим пациентам. Это значит спасенная жизнь, спасенное здоровье. А наши дети будут в безопасности, в тепле перемещаться на таких автобусах. Сергей Коткин также отметил, что работа с Федеральным центром по обеспечению необходимой техникой социальных учреждений округа будет продолжена.